Беседа 32, Бытие 12.7 Великое и неизреченное сокровище, возлюбленное в нынешнем чтении, и потребен внимательный ум, трезвенная и бодрая мысль, чтобы ничто из содержащегося в этих кратких словах не ускользнуло от нас. Для того ведь человеколюбивый Бог и не соблаговолил всему содержащемуся в Писании быть для нас удобопонятным и ясным вдруг, и при простом чтении, чтобы возбудить нас от сонливости, и чтобы мы, показав великую бдительность, получили из него Писание пользу, обыкновенно, что обретается с трудом и изысканием, то глубже внедряется в нашем уме, а что легко, то скорее улетает из нашего сердца. Не будем же, прошу, беспечны, но возбудив свою мысль, со всей внимательностью проникнем в самую глубину Писания, чтобы извлечь нам из него какую-либо пользу и с нею возвратиться домой. В Церковь Божия есть духовное торжище, и вместе врачебница душ. Следовательно, мы должны, подобно пришедшим на торжище, собрать в ней много добра и с ним-то возвратиться домой, должны, подобно входящим в лечебницу, взять здесь приличные болезни в нашем врачебства и с ними уже выйти отсюда. Не для того каждый день собираемся мы сюда, чтобы только повидаться друг с другом и потом всем разойтись, но чтобы каждый из нас узнал здесь что-нибудь полезное, получил урочистство против возмущающей его страсти и затем ушел отсюда домой. Не крайне ли странно будет, если мы, посылая детей своих в школу, всякий день требуем от них какого-нибудь успеха в учении, и никак не позволим ходить им туда попусту и напрасно, когда увидим, что они уже не приобретают там ничего полезного, а сами уже достигшие полного возраста, приходя в это духовное училище, не покажем и раного им усердия, и при том в таком деле, от которого зависит спасение души. Итак, каждый из нас, прошу, пусть испытывает сам себя ежедневно, что пользы он получит от сегодняшнего чтения, и что от следующего, чтобы не оказалось, что и мы собираемся сюда попусту и напрасно. Мы со своей стороны нисколько не будем виновны в этом, потому что делаем все зависящее от нас, и не опускаем ничего, что только можно сделать. Вящему же осуждению подлежат те, которые негодуют на нас, не внимают усердно и не хотят воспользоваться наставлениями. Послушай, что говорит Христос, закопавшему свой талант? «Лукавый раб, надобно было тебе отдать серебро моего торгующим, и я пришел, взял бы мое с привытком». И об иудеях. Если бы я не пришел, не говорил им, то не имели бы греха, но ныне не имеют извинения. Впрочем, мы теперь не о том заботимся, свободны ли мы сами от вины, но желаем вашего успеха, и думаем, что при всей нашей невинности радость наша уменьшится, если вы не покажете усердия соответственно нашим трудам. Мы ведь радуемся именно тогда, когда видим ваше приспеяние в делах духовных. Правда, знаю я, что вы по благодати Божией, будучи исполнены познанием, можете наставлять и других. Однако ж, подобно блаженному Павлу, и я, напоминаю вам, возбуждая вашу ревность и усердие, постоянно увещеваю вас к этому, чтобы вы сделали совершенными во всем. Немалым, в самом деле, доказательством вашего приспеяния в угождении Богу, считаю я и то самое, что вы каждый день с таким усердием приходите сюда и выказываете неутомимое желание духовного наставления, и точно, как желание телесной пищи есть знак самого хорошего здоровья телесного, так и желание духовного наставления есть самое ясное свидетельство здоровья душевного. Потому-то и я, зная ваше усердие, по которому, сколько бы я не распространялся по учениях, не могу, однако же, удовлетворить вашему желанию насытить вас этой духовной пищей. Не перестану все, что только мне возможно и что подаст благодать Божия, предлагать вам каждодневно на пользу вашу и преподавать уму вашему учение Божественного Писания. 338. Так вот и теперь, помолившись человеку любимому Господу, чтобы он направил язык наш к обретению искомого, предложив вам обычное поучение, предварительно же изъясним вашей любви самое чтение. И явился, говорит Господь Авраам, и сказал ему, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Не правда ли я сказал вначале, что великое сокровище заключается в этих кратких словах? Вот сейчас представляется странным и новым самое начало этих слов. «Явился Господь Бог Аврааму». Первый раз мы находим, что Писание употребило это слово «явился». Такого выражения Божественное Писание не употребило ни в истории Авеля, Ноя или другого, кого бы то ни было. Что же значит это слово? «Явился». Не само ли Писание в другом месте говорит, что никто не может увидеть Бога и остаться живым? Исход 33-25. Что же скажем теперь, когда оно говорит, что Бог явился? Как Он явился праведнику? Уже ли Он видел самое существо Божие? Нет, да не будет. Ну что, Бог явился так, как Он только один знает. И как тот праведник мог только видеть Его? Будучи благоизобретателен, премудр и человеколюбив, и снисходя к человеческой природе, Господь наш являет Себя тем, которые достойно приготовлены к этому. И это Он показывает через пророка, говоря. Я умножая, умножу, и через пророков приготовлю речения. Осия 12-10. Употреблю притчи. Так, например, Исаия видел ее сидящим. А такое положение неприлично Богу, потому что Бог не сидит. Да и как это возможно для существа бестелесного и неподлежащего утомлению? Опять Даниил видел его, как ветхого днями. Захарий видел его иначе. И Закир опять иначе. Вот почему Бог и сказал, я видение умножу, то есть явятся, так или иначе, судя по достоинству каждого. Так и теперь благой Господь, так как сам вызвал праведника из дома его и повелел ему идти в чужую землю. А тот пришедший ходил сам с места на место, как скиталец и странник, потому что там жили еще хананеи. И искал, где бы ему поселиться. Благой Господь, желая утешить его и подкрепить его усердие, чтобы он не изнемогал и не усомнился в данном ему обетовании, Иди и сделаю из себя отцом большого народа. Ведь праведник видит, что с ним происходит противное обетование. И он скитался, как какой-нибудь отверженный, беспомощный бедняк, не зная, где найти себе пристанище. И так, чтобы ободрить его душу, явился сказанный Господь Аврааму и сказал ему, Семени твоему даю землю сию. Велико и это обетование. И соответствует тому обетование, каким Бог вызвал его из родной земли. И тогда сказал, возвеличу имя Твое, и теперь, говорит так же, Семени твоему дам землю сию. Так как, будучи уже в старости, праведник оставался еще бездетным по причине неплодства Сары, то Бог обещает дать землю сыну, имевшему еще от него родиться. И смотри на человеколюбие Божие, как он, правительный добродетель праведника, хочет сделать его известным и видимым для всех, как какую-нибудь сокровенную жемчужину. Присоединив обетование к обетованиям, да в притом обетование великие, Бог, однако, несколько медлит исполнением их, чтобы через это особенно открылось благочестие праведника. Так как этот блаженный, хотя и видел, пока что сбывается противным обетованием, не беспокоился. Хорошо знал, что Бог ничего столько не требует от человека за свои бесчисленные и незреченные благодеяния, как души благодарной, признательной за полученные благодеяния. Но посмотрим еще, как праведник переселяется и отсюда. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Смотри, опять, на боголюбивую душу его и на великое любомудрие. Опять, говорит, он отошел отсюда и пошел к пустыне, к югу. Почему же он ушел оттуда? Может быть, видел он, что некоторые жители недовольны его присутствием. Поэтому, чтобы показать свою необычайную кротость и то, как дорого он ценит спокойствие, и ни с кем не имеет ничего общего, он удалился в пустыню. И я, сказано, пошел к югу. Странное выражение употребило здесь божественное писание. Как обыкновенно говорят о воюющих, так и оно теперь сказало о праведнике, что он ополчился. Это для того, чтобы показать готовность праведника на все. Как воины с легкостью переносят стан свой сегодня сюда, завтра туда, так и этот праведник. И хотя вел с собой и жену, и племянник, и такое множество рабов, переселялся, однако ж, весьма легко. Видишь, как он легко переменял место и образ жизни в старости, имея при себе жену и столько рабов. А мне особенно удивительным представляется мужество жены его. Как подумаю я о немощи женского пола, и тут же по мыслю, как легко Сара переселялась вместе с праведником, и ни сама не киготилась, ни праведнику не делала препятствия, то изумляясь и заключая, что и она, подобно самому праведнику, имела душу возвышенную и мужественную. Это лучше всего мы узнаем, когда будем рассматривать последующие слова нынешнего чтения. Видишь, как праведник услышал слова, что потомству твоему отдам землю сию, не успокоился на одном месте, но отсюда перешел туда, а оттуда опять другое место. Но вот он из пустыни опять изгоняется не людьми, а крайностью и голодом. И был голод в той земле. Пусть услышат это те, которые необдуманно, неосмотрительно говорят и изъясняют, что там, так как какой-то пришел, то и сделался голод, и лишь только такой-то явился, тотчас это и случилось. Вот и при праведнике случился голод, и голод великий. Однако ж праведник не смущается, не поддается немощи человеческой, и не приписывает голода своему присутствию. Но как увидел он, что природа изнемогает, и голод усилился, то, сказано, сошел Авраам в Египет, пожить там, потому что усилился голод в земле той. Смотри, как расширялось поприще праведника. Господь устроял так, чтобы он сделался наставником не только для живших в Палестине, но и для египтян, и чтобы всем явил свет своей добродетели, как некое светило сокровенное и таившееся в земле халдейской. Бог возвиг его оттуда, чтобы сидящих во тьме заблуждения наставить на путь истины. Но, может быть, кто скажет, почему Бог не сделал праведника руководителем к благочестию для жителей земли халдейской? Можно думать, что и о их спасении Бог явил свое попечение через других. Однако ж послушай, что говорит Христос. Ибо нет пророка без чести, как только в своем Отечестве. Итак, Бог, чтобы исполнить свое обетование, какое он дал праведнику, сказав, возвеличи имя твое, попускает быть голоду и от этой крайности идти ему в Египет, чтобы и тамошние жители узнали, как велика добродетель этого мужа. Голод как бы такой, какой палач оковал его узами, насильно увлек из пустыни в Египет. Но посмотрим, наконец, что произошло отсюда, и в какое несчастье впал праведник, чтобы познать нам и его мужество, и любомудрее жены его. Когда они прошли много пути и были уже близко Египта, то праведник почувствовал робость, и, страшась и трепеща за самую, так сказать, жизнь, начинает говорить с женою. Когда приближался к Египту, то сказал Саре жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажет, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Видишь из этих слов, в какое беспокойство и робость пришел праведник. И однако же он не упал духом, не поколебался в своей решимости, не думал сам с собой, не говорил, что это. Уже ли мы оставлены? Уже ли обмануты? Уже ли Господь оставил нас без своего попечения? Сказав, что возвеличу тебя и потомству твоему дам землю сию, уже ли попускает нам подвергнуться крайней опасности и впасть в явную беду? Ничего такого праведник не позволял себе и подумать, но заботился теперь только об одном. Какое бы изобрести средство и к спасению от голода, и к избежанию от рук египтян. Я знаю, он говорит, что ты жена красивая видом. Смотри, какова была красота жены его. Достигнув уже старости, прожив столько лет, она еще была цветущей и сохранила красоту лица своего. Несмотря на то, что перенесла столько трудов, страданий во время путешествий, переселялась с места на место, переходя из Халдеи в Харан, оттуда в Ханаан, потом в Ханаане, отсюда туда и оттуда сюда, а теперь вот еще Египет. Кого из крепких мужей не изнурили бы столь частые переходы? Но это чудно, и после стольких бедствий еще блистает красотою лица, и этим мешает праведнику великое и сильное опасение. Смотри, как он твердо полагался на нрав своей жены, и не побоялся, что она обольстится похвалами, но дает еще вот какой совет, чтобы меня не убили, а тебя снабдили. Так как это требование его было немаловажное, то он захотел последующими словами привлечь ее на свою сторону, так, чтобы и склонить ее к сожалению, и убедить к усердному содействию в его предприятии. Не сказал тебя о бесчестии, он пока еще не хочет устрашить ее такими словами, а при том боится и за обетование Божие, потому что говорит, «Тебя оставят, чтобы мне было хорошо». Подумай, в каком состоянии должна была находиться душа праведника, когда он советовал это жене своей. Вы знаете, конечно, что для мужей нет ничего тяжелее, если жена подвергнется даже только подозрению, а праведник старается между тем сделать все, чтобы любодеяние совершилось на самом деле. Но возлюбленный не осуди необдуманно праведника, а из этого-то особенно познай великое благоразумие и мужество его. Мужество в том, что он так доблестно укоротил и преодолел волнение помыслов, что мог даже предложить такой совет жене своей. Нет ведь ничего тяжелее подобного состояния. Об этом послушай, что говорит Соломон. «Ревность, ярость мужа ее, и он не пощадит в день суда и не удовольствуется никаким выкупом». Притча 6.4. «Еще. Жестоко, как ад, ревность». Мы видим, как многие в подобном положении доходили до такого неистовства, что они только не щадили жен своих, но часто умершляли вместе с обольстителем и самих себя. Таково неистовство этой страсти и так неукротима ревность, что доводит даже до небрежения о собственной жизни того, кто однажды увлекся этой страстью. Итак, из этого можно узнать мужество праведника. Великое же благоразумие его видно в том, что находясь в таком затруднительном положении и как бы опутан, будучи сетями, он умел найти средства, по крайней мере, к тому, чтобы зло было меньше. В самом деле, если бы он сказал, что она была ему жена, если бы вместо того не назвала ее сестрою, то ее отняли бы у праведника из-за красоты, которая увлекла бы невоздержных египтян, и праведника убили бы, чтобы не было обличителей и беззакония. Итак, поскольку надлежало ожидать, что эти два несчастья непременно случатся по невоздержности египтян и жестокости их правителя, то чтобы можно было им найти хотя малое облегчение в таком затруднительном положении, он и говорит, скажи, что ты сестра моя. Это, может быть, избавит меня от опасности. Что до тебя касается, то назовешь ли себя сестрой или женой, нельзя сомневаться в том, что тебя тотчас отнимут у меня из-за телесной красоты. А что до меня, то можно полагать, что я избегну опасности, если ты назовешь себя моей сестрою. Видишь благоразумие праведника, как он, застегнутой опасностью, успел найти средство, которым и решился победить коварство египтян. Опять посуди здесь и о терпении праведника, и о благонравии жены его. О терпении праведника он не возроптал и не сказал. Зачем я вожу ее с собою, когда она причиняет мне столько беспокойства? Что за польза мне жить с нею, когда из-за нее должен подвергаться крайней опасности? Что за прибыль, когда она не только не доставляет мне никакого утешения, но причиняет даже смерть своей красотою? Ничего такого он и не сказал. И не подумал. Но отринув всякую подобную мысль, и немало не усомнившись в обетовании Божьем, об одном только и заботился, как бы ему избегнуть угрожавшей опасности. По мысли здесь возлюбленный, и о неизреченном долготерпении Божьем, как он доселе не приходит на помощь праведнику и не утешает его, но выжидает, пока бедствие увеличится и умножится до самой крайней степени, и тогда-то он явит свое попечение о праведнике. Скажи, говорит, что ты сестра моя, я знаю, что ты женщина красивая, прекрасная видом. Это, говорит, праведник не потому, что будто бы душа его могла умереть, ибо не бойтесь, сказано, убивающих тело, души немогущих убить. Нет, он сказал даже не просто по обычаю. Чтобы было, говорит, мне хорошо, скажи, что ты сестра моя, и дабы жива была душа моя через тебя. Как бы так, он говорит, не скажи, что я сестра ему для того, чтобы мне, убежав от голода в Ханаане, не умереть от рук египтян. Будь же для меня виновницей спасения, чтобы добро было мне ради тебя. Жалостные слова. В великом был он в страхе и от невоздержности египтян, и от того, что еще не было разрушено владычество смерти. Вот почему праведник соглашается на прелюбодеяние жены и как бы содействует прелюбодею обесчестить, чтобы избежать смерти. Да, лицо смерти было еще страшно. Еще не были сокрушены медные врата, еще не было притуплено ее жало. Видишь союз любви между мужем и женой? Видишь, что осмелился муж предложить жене? И какой совет принимает жена? Она не противоречит и не ропщит, но делает все по мысли мужа. Да слышат это мужья и жены, и да подражают единомыслию крепкой любви и великому благочестию этих супругов. Да поревнуем целомудрию Сары, которая в старости, светя такой красотою, продолжала состязаться в добродетелях с праведником, за что исподобилось такого попечения Божия и небесной награды. Итак, никто не обвиняй красоту лица и не говори этих неосновательных слов. Такую-то погубила красота. И для такой-то красота была причиной гибели. Не красота виновна в этом. Нет. Потому что и она дело Божие. Но развращенная воля. Вот причина всех зол. Видишь, как эта чудная жена сияла и красотой души, и красотой лица. И однако шла по следам праведника. Ей-то пусть подражают жены. Здесь вот и красота лица, и неплодство, и такие лица, и великое богатство, и столько переселений и путешествий, и часто непрерывные искушения. Однако ж ничто не поколебало ее сердце. Она осталась неизменно твердою. Поэтому и получила достойную награду за свое терпение. И в глубокой старости родила сына из бесплодной, омертвевшей утробы. «Чтобы хорошо было мне ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. То есть ничего другого не осталось мне для спасения, как то, чтобы ты согласилась сказать, что ты сестра моя. Может быть, я избегну ожидаемой опасности, и рай тебя останусь жив. Тебе обязан буду сохранение моей жизни». Этих слов довольно было, чтобы привлечь и склонить к жену к состраданию. 347. Вот истинное супружество, когда муж и жена разделяют друг с другом не только счастье, но и опасности. Это знак искренней любви. Это доказательство самой верной дружбы. Не так прославляет царя, лежащий на главе его диадема, как эту блаженную цару прославила и возвеличила то послушание, с каким приняла на совет мужа. Кто не изумится, размышляя о такой покорности ее? Кто в состоянии достойного схвалить ее, когда она, будучи столь целомудренной и в таком уже возрасте, готова была со своей стороны допустить прелюбодеяние, претерпеть сожительство с варварами, чтобы спасти праведника? Но подожди немного, и увидишь премудрость Божию промыслу. Он для того и терпел так долго, чтобы и праведника более прославить, и событиями, совершившимися в Египте, наказать не только египтянам, но и жителям Палестины, каким благоволением пользуется патриарх у Господа всех. И было, когда пришел Аврам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Авраму хорошо было ради ее, и был у него мелкий, крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Смотри, как на самом деле было то, чего прежде боялся праведник. Как только он зашел в Египет, увидели египтяне жену, что она очень красивая, и не просто добрая, но чрезвычайно привлекательна для всех, кто только видел ее. Видели ее и слуги фараоновы, и похвалили ее фараону. Не пройдите их слов, возлюбленные без внимания, но подивись тому, как это египтяне напали на жену, как на странницу, пришедшую из чужой земли. Не поступили оскорбительно и с мужем, но пошли к царю и объявили. Это было так для того, чтобы самое дело стало известнее и разгласилось повсюду. Когда мщение Божие совершится не над простым лицом, но над самим царем. И вели ее к фараону. Тотчас разлучили праведника с женой, и она водится к фараону. Смотри, как долго терпелив Бога. Как он не тотчас, не в самом начале, являет свой промысл, но попускает совершиться всему, и жене впасть в самые почти челюсти зверя, а потом уже открывает всем и свою силу. И она была введена в дом фараона. В каком состоянии была в то время душа жены? Как возмущался ум ее? Какие поднимались волны? Как она не потерпела кораблекрушения, но прибыла неподвижно, как некая скала, полагаясь на помощь свыше? Но что я говорю о жене? Каково было на душе у праведника, когда жену его повели в дом фараона? На эти самые вещи, которые даны были ему для удобной и приятной жизни, какое разжигали в нем пламень? Мысль о причине этих даров, как не опалила его души и не сожгла его ума. Видишь, как несчастья дошли почти до крайности. Видишь, как уже не оставалось по человеческим расчетам никакой надежды на лучшее. Видишь, как по человеческому суждению дела были в отчаянном положении. Видишь, как жена впала в самые челюсти зверя. Посмотри же теперь на неизреченное человеколюбие Божие и подивись безмерному величию силы его. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за сару жену Авраамову. Что значит поразил? Значит, наказал за дерзость и злое покушение. Какими казнями? Не просто мучил царя, но казнями великими. Так как преступление было немаловажное, напротив, даже весьма великое, то и наказание велико. И дом его, сказано наказал, не его только, но и дом его. А почему, когда согрешил один царь, наказание разделяли с ним все домашние его? Это делается не без цели, но чтобы этим сильнее поразить царя. Нужен был очень тяжкий удар, чтобы пораженный им отстал от беззакония. Но справедливо ли, скажешь, за него наказывать и тех? Не за него одного. Они терпели наказание, но вероятно за то, что и сами содействовали, и помогали преступному замыслу. Ты слышал, как Выше Писание сказало, что увидели слуги фараонова, похвалили и ввели ее в дом фараона? Видишь, что сделали они с женой праведника из угождения царю? Поэтому не он один наказывается, но и все близкие к нему участвуют с ними в наказании, дабы познались, что причинили обиду не просто непростому страннику, необыкновенному человеку, но мужу, возлюбленному Богом и пользующемуся таким покровительством его. Так вот почему Бог столь тяжким наказанием поразил душу царя, отвлек его от гнусного порока, удержал его неразумное стремление, остановил невоздержную волю, связал неукротимую похоть, обуздал неистовую страсть. 348. После этого смотри, с какой уже кротостью царь разговаривает со странником, властитель с тем бесприютным пришельцем, у которого он дерзнул отнять даже жену, и хорошо сказал, что мучил, поразил дом фараона и всех ради жены, цары. 359. Наказание вразумляет фараона, что это была жена праведника, и действительно, она хотя и была введена в дом фараона, но прибыла женою праведника. 369. И призвал фараона Авраама, и сказал, что ты это сделал со мною, для чего не сказал мне, что она жена твоя. Смотри, какие слова произносит царь, что это ты сделал со мною, говорит он. 379. Я тебе сделал, я странник, никому неизвестный, приведенный всегда голодом тебе, царю, властителю, правителю Египта. 389. Что я сделал тебе? 399. Ты отнял у меня жену, как у странника, презрел меня, пренебрег, поставил ни во что. 409. Ты совершенно предался влечению страсти и хотел исполнить свое желание. 409. Что же я сделал тебе? 40. Великой, говорит царь, ужасное зло сделал ты мне. 41. Смотри, какая перемена. 41. Тарь, говорит, простому человеку, что ты сделал мне. 42. Ты, говорит, вооружил против меня Бога, подвергал меня гневу Его, сделал достойным наказания, заставил меня со всем моим домом пострадать за нанесенное тебе оскорбление. 42. Для чего ты сказал, что она сестра моя? 43. И я взял было ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди. 44. Я, говорит, хотел взять ее как сестру твою, но откуда ты узнал, что она жена праведника? 44. Отмститель этого беззакония он возвестил мне это. 45. Что ты сделал это? 45. Считая ее сестрой твоей, я решился сделать это. 46. Смотри, как тяжкое наказание потрясло душу его, он даже извиняется перед праведником и оказывает ему всякое почтение. 46. Конечно, если бы сила Божия не смягчила душу его и не внушила ему страха, то надлежало бы ожидать, что он предастся еще сильнейшему гневу. 47. Накажет праведника как обманщика, жестоко отомстит ему за себя и подвергнет его крайним бедствием. 48. Но ничего такого он не сделал. 49. Страх наказания утишил ярость его, и он об одном только старался, как бы сделать угодное праведнику. 49. Он узнал наконец, что не может быть, чтобы пользующийся таким небесным благоволением был простой человек. 50. И ныне, вот, жена твоя пред тобою, возьми ее и пойди. 51. Теперь, говорит, так как я узнал, что она тебе не сестра, а жена, то вот возьми ее. 52. Я нисколько не повредил вашей супружеской чести и не лишил тебя жены твоей. 53. Но вот жена твоя перед тобой, возьми ее и иди. 54. Какой ум будет в состоянии достойно наделиться этому событию? 55. Или какой язык может изречь это чудо? 55. Жена, блесающая красотою, отданная в жертву египтянину, царю, властителю, человеку страстному и необузданному, 56. Выходит неприкосновенную, сохраняет свою чистоту. 56. Таковы-то всегда, как я и прежде говорил, божьи распоряжения. 57. Они чудны и необычайны. 58. Когда люди начинают уже отчаиваться в своих делах, тогда-то Бога являет непреоборимую во всем силу свою. 58. В самом деле, чудно и необычайно было видеть мужа желаний, как он окружен зверями, ничего не терпит от них, но как будто был бы среди овец и исходит невредим изо рва. 59. Видит и трех отроков, как они в печи ходят, как по лугу и в саду, и нисколько не терпят вреда от огня, но исходят из него целы и неприкосновенны. 59. Точно так же удивление достойно нынешней события, то есть, что жена праведника не потерпела никакого бесчестия и спаслась от египетского царя, а не обузданного властителя. 60. Все это сделал Бог, который и в непроходимых местах открывает путь и среди самого отчаянного положения всегда может подать благую надежду. 61. И ныне вот жена твоя перед собой, возьми ее и иди, то есть не подумай, что ты о нами обижен, хотя понедельник не сделано нами это покушение. 62. Но вот теперь мы узнали, какой у тебя защитник, постигший нас гнев Божий, научил нас, каким пользуешься ты благоволением у Бога всяческих. 63. Возьми жену твою и иди. 63. Страшен наконец стал им праведник. Почему они стараются скорее проводить его со всеми знаками уважения, желая своим уважением к праведнику, умилостивить его Господа. 63. Видишь, возлюбленный, какое благотерпение. 64. Вспомни же здесь те слова, которые произнес патриарх, приближаясь к Египту. 64. Я знаю, что ты жена красивая. И вот, когда увидят тебя египтяне, и возьмут, а меня убьют. 65. Итак, вспомнив эти слова, смотри, что теперь делается, и подивись терпению праведника, и силе, человеколюбие Бога, и с какой славной он выходит из Египта, и пришедшего туда с таким страхом и боязни Бог выводит его. 65. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было, и лото с ним. 65. Праведник удаляется со всякой чести и с великим богатством, и делается послучившимся с ним событием учителем не только для египтян, но и для всех живущих при пути в Палестине. 66. В самом деле, кто видел, как он прежде побуждаемый голодом шел в Египет со страхом и трепетом, а теперь возвращается оттуда с такой же славою, обилием и богатством, познавал из этого силу Божию о нем промышление. 66. Слышал что-либо подобное? Пошел он в Египет, чтобы избавиться от голода, а возвращается оттуда с богатством и несказанной славою. 67. Не удивляйся, возлюбленный, и не изумляйся этому, а лучше и подивись, и изумись, и прославь могущество общего всем нам Господа. 68. Смотри еще, как и потомки этого патриарха точно так же сошли в Египет, побуждаемые голодом, а возвратились оттуда после долгого рабства и бедствования с великим богатством. 69. Таков премудрый владыка наш. Сперва он попустил бедствием увеличиться до крайности, потом уже разгоняет бурю, производит тишину и великую победу, перемену во всем, желая через это показать нам величие силы своей. 31. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг. 31. Кстати, будет применить к этому праведнику те слова, которые блаженный Давид сказал о возвратившихся из Вавилонского плена, сеющиеся слезами, с радостью пожнут, плащем несущие семена, возвратятся с радостью, неся снопы свои. 32. Псалом 125.5. Видишь, как вхождение было исполнено беспокойство и боязни, и сопровождалось даже страхом смерти. 33. Смотрите же теперь, как в возвращении исполнено великое честь и слава, как праведник сделался, наконец, почтенным для всех, и для египтян, и хранимого Богом, даже для жителей Палестины. 34. Да и никто, кто не почтил бы этого человека, пользуясь таким его попечением, ни от кого, вероятно, не скрылось то, что случилось с царем и домом его. 35. Так, все это было допущено, и искушения праведника дошли до такой степени, для того, чтобы его терпение открылось яснее, и дела его разнеслись по всей вселенной, и никто не остался в неведении о добродетели праведника. 36. Видите, возлюбленные, сколько пользы от искушений, видите, как велика награда за терпение, видите, мужа и жену, старца и старицу, какое показали они любомудрие, какое мужество, какую привязанность друг к другу, какой союз любви, им-то будем все подражать, 37. И никогда не станем роптать и думать, будто Бог оставляет нас, и не брежет о нас, когда посылает о нас искушение. 38. Напротив, будем считать, что за величайший это знак Божия о нас попечения. 39. В самом деле, если на нас лежит бремя грехов, то показав во время искушения великое терпение и признательность, мы можем это бремя сделать легким. 40. А если грехи наши немногочисленны, то и в таком случае, когда перенесем с благодарением, заслужим большее благоволение свыше. 41. Щедролюбивый и пекущийся о нашем спасении Владыка наш, посылая искушение, предлагает нам в них как бы некое училище и поприще борьбы для того, чтобы и мы сделали все, что только можем. 42. И за это удостоились милостивые его промышления. Зная это, не будем ослабевать в искушениях и роптать в скорбях. 43. Напротив, станем еще радоваться, подобно блаженному Павлу, который говорил «Ныне радуйсь в страданиях моих» Колоссянам 1.24. 44. Видишь благопризнательную душу? Если он радовался в скорбях, то когда же мог быть в печали? 45. Если то, что других печалит, в нем порождало радость, то подумай, каково было состояние души его. 46. И чтобы тебе увериться, что мы не можем получить обещанных нам благ, исподобиться Царству Небесному, если не пройдем настоящую жизнь путем скорбей, послушать, что апостолы говорят нововозвратившимся к вере. 47. И научили, говорит, многих, возвратившихся в листру и коню Антиохию, утверждая душу учеников и убеждая пребывать их в вере, говоря, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. 48. Чем же мы извинимся в том, что не хотим великодушно, мужественно и с благодарностью переносить все постигающие нас бедствия, когда знаем, что нам невозможно и получить спасение иначе, как прошедшее этим путем? 49. Да и что в этом странного и нового, когда все праведники прошли настоящую жизнь путем скорби? 50. Послушай Христа, который говорит, в мире будете иметь скорби, но мужайтесь, чтобы слышавшие это не упали духом, он тотчас ободрил их и обещал им свою помощь, но мужайтесь, говорит, я победил мир. 51. Есть, говорит, у тебя тот, кто облегчит печаль твою, кто не попустит тебе погибнуть под бременем искушений, кто при искушении подаст облегчение и не наведет бедствий сверх силы вашей. 52. Что же ты печалишься? Что скорбишь? Что ропщешь? Что малодушествуешь? Уже ли он оставит нас, если мы сделаем все, что только можем, если покажем терпение, твердость и благодарность? 53. Уже ли обстоятельства, хотя бы они были в самом отчаянном положении, сильнее премудрости нашего Господа? 54. Будем только мы исполнять, что нам должно, будем иметь искреннюю веру и надежду на премудрость попечителя душ наших, а он, лучший нашего знающего, что нам полезно, наверное, устроит все так, как ему прилично, и нам полезно. 55. Чтобы нам и получить награду за терпение, удостоится его человеколюбие, благодатью и щедротами Господа Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присна и во веки веков. Аминь.